Привет, друзья! Сегодня у меня видео о том, какие у меня процессы на спицах и что я планирую вязать. Эту кофточку вы, наверное, уже все видели. Кофта регланом сверху, с жаккардным узором без протяжек, теплая. Пушица идеально, очень красиво выглядит и по ощущениям сразу чувствуется, что кофта будет очень теплой. Такая плотная, интересная. Связала рукав и остался вот рукав один, он уже в процессе у меня. И я надеюсь, в скором времени уже будет завершение. Смотрится очень интересно, сидит отлично. Про пряжу я вам уже рассказывала в видео, там где я рассказала, как вывязать рукав из азиатского ростка. А как вязать жаккард и делать расчеты, я также... Все ссылочки смотрите в описании к видео. Все вам скинула, чтобы вы ничего не забыли. Вяжите вместе со мной, очень классно. Кстати, на размер подойдет 46-48-50, оно хорошо будет сидеть все. Очень интересная пряжа. С нее я уже вяжу второй раз, так как я с нее вязала шапку. Она получилась не толстая, но теплая. Очень классная шапочка. И я решила связать кофту после шапки. Очень понравилась мне эта пряжа. Как она пушится, очень видно. Даже на видео хорошо все видно. Такая нежная, приятная на ощупь. Вот второй проект. И как ни странно, так же остается связать всего лишь один рукав. Ну и здесь еще горловину я буду вывязывать. Оставила открытые петли. Кто смотрел, я уже рассказывала, как вязать укороченными рядами, без отрыва нити горловины и скос плечевой. Очень аккуратно все получилось. Я сшила. Все очень красиво смотрится. Пряжа мягкая-мягкая такая, как вата. Очень классная такая, теплая. Сидит красиво. Кстати, когда довяжу, я вам сниму видео, как все смотрится. Вот такая пряжа. Вяжу в два сложения. Здесь, смотрите, белая и серая нить. В 100 грамм получается 225 метров. У меня спицы 5 миллиметров. Будем завершать побыстрее эти проекты. Уже хочется увидеть результат. Как вы видите, что-то одно у меня связать не получается. Мне хочется начинать что-то новое и вязать все вместе. Там где-то что-то вязать. Здесь. И вот я начала мужскую кофту еще. Реглан сверху. Очень классная пряжа. Здесь вот такой у меня твит идет. В 100 грамм 600 метров. Такие разноцветные вкрапления идут. Пряжа такая немножко жестковатая, но после стирки она должна размягчиться. Я вяжу в два сложения. И поэтому получается в 100 грамм 300 метров. Использую спицы 3,75 миллиметра. Пряжа вообще шикарный цвет, интересный. Так выглядит. Еще все разровняется. Все будет интересно, очень красиво. И потом я вам покажу конечный результат. Здесь у меня азиатский росток. Вот идет. И, кстати, очень хороший состав. Здесь 60% меринос, 20% вискоза и 20% полиамид. И еще одна кофточка. Это у меня перевяз. Ниточка, так сказать, БУ. Но очень классная нитка. Поэтому я решила распустить, перевязать. Потому что у меня свитер был сильно облегающий. Я вязала спицами троечка, если я не ошибаюсь. А здесь пряжа в 100 грамм 200 метров. Но свитер был теплый. И у меня пряжи не совсем хватило. Как бы немного коротковат. Я решила перевязать и связать то, что мне, в общем-то, нужно. Здесь необычно. Здесь у меня реглан. Погон такой. Интересный. Оно как постирается, но все петли разровняются. И будет совсем по-другому все выглядит. Вот такой регланчик. Вязать очень просто. Очень просто делается расчет петель для ростка. Здесь нужно всего лишь рассчитать. Поделить напополам. И выделить петли для погона. Потому что здесь на погоне повороты не делаются. И количество петель переда равное количеству петель спинки. Все очень просто на самом деле. Вот так я уже связала. Практически уже скоро можно будет вязать низ резинку. И немножко пряжи хочу сказать. Пряжа очень классная. Мне понравилась. В составе 40% мериносовая шерсть. 20% кашемир и 40% полиакрил. Она мягкая. Очень приятная к телу. И не скажешь, что здесь вообще присутствует какой-либо акрил. Очень классная ниточка. В 100 грамм 200 метров. Моточки по 50 грамм. Таким образом в 50 грамм 100 метров. И сейчас я спицы использую 5 миллиметров. И поэтому он такой рыхленький. Но посмотрите, как он будет выглядеть потом. Я вам все покажу. Еще у меня ждет в своей очереди такая вот пряжа пухнорки. Она, в принципе, ничем не отличается от других этикеток, которые на пряже. Вся она одинаково пушистая. Я уже много перепробовала. Разные этикетки. В общем, может быть, будет туника. Или платье. В сочетании с другими ниточками. Здесь ниточки 50 грамм в таком моточке идут. Но какой цвет, я оставлю для вас сюрприз. Еще не определилась, что это будет. И как вязать. Но, обещаю, будет что-то интересное. И теперь немного о том, что я буду вязать. Думаю, начну в скором времени. Потому что все у меня уже идет к концу вязания. В принципе, везде осталось немножко довязать. Вяжу я, в принципе, быстро. Ну, не сильно, но, в принципе, нормально. Смотрите, какая нитка классная. Такая пушистая. Мягкая, очень красивая. Такая рыжая, ярко-рыжая. Это бобинная пряжа. 100 грамм, 360 метров. Будет кофточка на 42 размер. Я буду вязать девочке на 12 лет. Это фабрика итальянская, Fashion Mill. Здесь в составе идет 55% меринос, 30% полиакрил и 15% полиамид. Очень хорошая ниточка. Я думаю, кофточка будет выглядеть очень красиво. Очень интересно. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы следить за обновлениями. Всем спасибо за внимание. До скорой встречи. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok